Друзья, что вам приходит в голову, когда вы слышите слово «такай»? Наверняка у вас сразу возникает ассоциация со сладкими венгерскими винами. А если я вам скажу, что сухие такайские вина могут быть не менее интересными, а то и более, чем знаменитые сладкие? Сегодня они стали модным трендом, поэтому я решил посвятить им отдельный ролик. И да, вы тоже просили, а я же не могу вам отказать. Интересно? Меня зовут Алексей Капуста, и на этом канале мы постоянно говорим о вине. Увлекательно, просто и с вдохновением. Если вам тема вина интересна, просто подпишитесь на канал и не отказывайте себе удовольствия. Ранее я уже делал выпуска «такай», где подробно рассказывал об этом регионе, его истории, особенностях, традициях и, конечно же, культовых десертных винах. Поэтому сегодня я повторяться не буду, лучше дам ссылку на этот сюжет в конце этого ролика. А сейчас я хочу поговорить о тех такайских винах, которые я в прошлый раз обделил вниманием. О сухих. Начнем с того, что сегодня спрос на сладкие вина во всем мире падает, людям хочется чего-то более свежего, легкого и, что немаловажно, малокалорийного. Поэтому легендарное вино королей, десертный Такая Су, давно уже не купается в лучах славы. Да, у него есть свои ценители, но этого недостаточно для того, чтобы держать на плаву индустрию целого региона. Поэтому производители Такая все активнее осваивают нишу сухих вин. Сегодня на их долю приходится внимание 60% всего производства в регионе. При этом есть четкая тенденция к росту популярности именно сухих такайских вин. Делают их сегодня по всему региону, но мы с вами поговорим о тех апелосьонах, где получаются лучшие образцы. В частности, особо ценятся сухие вина с виноградников, растущих между городом Такай, а также деревнями Таркал и Бодрогререстур. Это холмистая местность, почвы которой сформированы из леса. Это позволяет делать свежие кислотные вина с яркой ароматикой. Не менее ценной считается зона МАД с ее вулканическими почвами, каменисто-кремниевого состава. Виноград здесь растет на крутых террасах и набирает много ароматических веществ. Это позволяет делать одни из лучших сухих такайских с минеральными тонами и хорошим потенциалом к выдержке. Делают сухие вина такая, как и сладкие из белых сортов винограда. Вообще такая это про белое вино. Хотя изначально здесь, как это ни странно, выращивали красные сорта. Если говорить о самом популярном винограде этого региона, то конечно же первым в голову приходит фурминт. Он занимает более половины всех посадок такая и применяется для производства как десертных, так и сухих вин. А все потому, что это максимально пластичный сот, который позволяет экспериментировать со стилистикой и неплохо дружит с бочкой. Он чутко реагирует на особенности теруара и отлично передает его характер. Но при этом никогда не теряет свой узнаваемый вкусоароматический профиль. Именно поэтому у многих любителей вина вкус такайского ассоциируется прежде всего именно с фурминтом. Этот сорт отличается высокой кислотностью, что позволяет делать из него свежие сухие вина очень хорошего качества. Не зря эти вина часто сравнивают с французским шабли. Сухой фурминт не уступает этим винам по свежести, минеральности, цветочности, но заметно выигрывает по фруктовой ароматике. И тут можно почувствовать и грушу сайвой, и апельсины с манго, и косточковые фрукты, и полевые травы, и свежее сено. А после выдержки в бочке в сухих винах из фурминта проступают ноты миндаля, шафрана и ваниль. Второй по распространенности в такая сорт это харш левелю. Его тоже активно используют для производства сухих вин, хотя и в меньшей степени, чем фурминт. При этом он редко играет сольную партию, в основном его смешивают с другими сортами для придания круглости, полнотелости, а также обогащения ароматики. Чего-чего, а этого у харш левелю в избытке. В переводе, кстати говоря, его название расшифровывается как липовый лист. И это, конечно, чувствуется не только по форме листа виноградного, но и в аромате. В его профиле проступают липовый и бузиновый цвет, флердоранж, пряности, также он может уходить в бензольные ноты, как рислинг. Помимо этого, для производства сухих токайских вин могут использовать такие сорта, как белый мускат, по-венгерски шарга-мушкатай, зета, кювер-сёле, кавар, но гораздо реже, чем два предыдущих. В основном их добавляют в бленды для обогащения вкуса ароматического профиля. Если говорить про органолептику сухого такая, то она очень богатая. В большинстве случаев это хорошо сбалансированные вина с ярко-цветочным фруктовым профилем. Зависимо от сортового состава, в аромате могут ощущаться ноты цитрусовых, персика, минералов, розовых лепестков, пряностей. Вкус у них округлый, гладкий, с освежающей кислотностью и долгим послевкусием. Впрочем, стилистика сухих токайских вин может достаточно сильно разниться. Они бывают моносортовыми, купажными, молодыми, выдержанными в бочках. Также встречается довольно интересная вариация токай самородни. О сладких винах этой категории я рассказывал в предыдущем ролике, но они могут быть и сухими, и это указывается на этикетке. Содержание сахара в самородни составляет порядка 9 грамм на литр. Нередко производители делают их в стилистике испанских хереса. Не с точным копированием технологии, но довольно похоже. Вино выдерживают в частично заполненных бочках под слоем дрожжевой пленки флор. За счет этого сухой токай напоминает херес фино. Однако не весь токай самородни выдержан под флором. Понятно. Это просто одна из возможных опций на усмотрение производителя. Знаете, что интересно? Узнать об этом на этикетке невозможно. Для неискушенного потребителя это своего рода лотерея. Поэтому, если вы хотите попробовать именно такое вино, выдержанное под флором, то нужно пообщаться с профессионалом, то есть с кавистом или с амелье. Также хочу сказать, что среди сухих токайских встречаются игристые вина. Возможно, этот факт вас удивит, но в этом регионе делали игристые практически всегда. Просто долгое время качество игристых вина в Токая было несколько посредственным. И лишь последние 20 лет они вышли на довольно приличный уровень. Сегодня в Токая делают игристые по классической технологии, но в довольно ограниченном количестве. И напоследок пару слов о том, с чем лучше всего пить сухие токайские. Здесь проблем, как правило, не возникает, поскольку эти вина очень гастрономичны за счет своей высокой кислотности и богатой органолептики. Можете смело брать морепродукты, рыбу, блюда из птиц и молодые сыры. Также отлично подойдет итальянская кухня, особенно разные вариации пасты с трюфелем. Ну и друзья, традиционно хочу спросить у вас, доводилось ли вам пробовать сухой токай? Если да, то рассказывайте из каких сортов винограда, в какой стилистике, да и вообще понравилось или нет. Делитесь вашими впечатлениями в комментариях. А если вы только планируете познакомиться с этими винами, или хотите открыть для себя их по другим углом, то, как обычно, я для вас подготовил подарок, в описании к этому видео вы найдете ссылку на подборку лучших позиций сухого токая с беспроигрышными гастропарами к ним. Ну и если вам понравился этот сюжет, то расскажите об этом и мне, и ютубу, просто кликну по кнопке лайк. А если вы хотите получать уведомления о новых, еще более интересных сюжетах на этом канале, то вам следует подписаться и кликнуть на колокольчик. Обращаю ваше внимание, что теперь вы можете поддержать канал через кнопку супер спасибо, кнопка с сердечком и долларом спрятана под видео, или же вы можете купить мне бокальчик второй вина, ссылка на эту опцию расположена в описании к ролику. Друзья, у меня возникла идея совместной дегустации с вами, зрителями моего канала. Если вам эта идея по душе, то слушайте внимательно. Я задумал один раз в пару месяцев проводить бесплатную дегустацию для зрителей этого канала. На момент съемки этого ролика я еще не определился с конкретной датой, но я сделал список предварительной регистрации, ссылку на него вы найдете в описании. Зарегистрируйтесь, и как только я определю дату, я тут же отправлю вам на электронную почту приглашение и все подробности. Не волнуйтесь, сделаю это заблаговременно, чтобы вам было удобно и чтобы у вас было время подготовиться. Подчеркиваю, такие дегустации будут проходить постоянно, так что если вы не успели на одну, то я приглашу вас по имейлу на следующую. Идите в описание, находите ссылку и пообщаемся наконец-то вживую. Ну а теперь, как обещал, делюсь с вами ссылку на свой предыдущий ролик, а такая, на этот раз о сладком, классическом. Переходите по ней, чтобы составить полное впечатление о винах этого региона.